Нецензурная брань в социальных сетях теперь будет караться рублем. В России вступили в силу поправки в закон об информации. Администраторы сети теперь обязаны блокировать контент с нецензурной лексикой. При этом за публикации, содержащие крепкое словцо, ответят и авторы. Для физических лиц сумма штрафа от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных до 800 тысяч рублей, юридических от 4 до 8 миллионов рублей. За повторное нарушение карать будут жестче. Если мы с вами говорим, что в жизни оффлайн нельзя оскорблять людей, распространять наркотики, организовывать и пропагандировать террористические акты, то почему это можно делать в онлайне? Те, кто говорят, что интернет – это территория абсолютной свободы, лукавят, потому что не может быть территория, где не действует никаких закон. Некоторые соцсети уже установили в настройках своих программ специальные фильтры. В «Одноклассниках» – антимат. Тик-ток в видеороликах с нецензурной бранью блокирует звук. В Инстаграме разгорелся скандал после того, как известный российский блогер Миллионник отругала матом визажистов, с ней отказалась сработать крупная кинокомпания. Дорогостоящий контракт был расторгнут. Инициаторы законопроекта объясняют – каждый такой случай модераторам сети будет рассматриваться отдельно. После этого информацию передадут в Роскомнадзор. И именно там будет приниматься решение о штрафе. Поголовного выявления и блокировки мата не будет. И не стоит задача в том, чтобы всех поголовно блокировать. Суть состоит в том, чтобы мат меньше употребляли и меньше распространялся. Филологи утверждают, нецензурная брань является частью русского языка и культуры. Изначально мат был элементом языческих культов, связанных с плодородием и призывом дождя. А когда Русь приняла христианство, церковь начала борьбу с язычеством и обсценными словами, как с одним из проявлений культа. С этого времени на мат наложили культурное табу. Не подобает мужам благородным брониться, как простолюдинам. Спустя века писал Иван Грозный. Эта цитата сегодня уже афоризм. Мат в чистом виде это то, что подлежит бессознательному культуре любой. Поэтому сказать о том, что ее можно по приказу просто взять и изъять из общества, такого невозможно. Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Если человек начинает избыточно использовать мат, не осознавая этого, это означает, что у него в его процессе мышления существуют некоторые пробелы. Психологи сравнивают взрослых, которые регулярно сквернословят в сетях с детьми, оставшимися дома без присмотра родителей. Это выдает эмоциональную незрелость личности. В данном случае закон, запрещающий мат, выступает в качестве строгого родителя. Есть определенное сочувствие к этим людям, потому что, по идее, они в каком-то таком стрессе, и они вот так пытаются, как подростки, показать себя, что они существуют. Именно рамки позволяют человеку становиться человеком. Бытует мнение, что мат начинается там, где заканчиваются аргументы. Не стоит забывать, что регулярное использование нецензурных слов в соцсетях зачастую является препятствием при трудоустройстве. Работодатели все чаще проверяют личные страницы в соцсетях потенциальных работников. Работодатели запрашивают не только резюме или, например, рекомендательное письмо, но, как вы правильно сказали, и ссылку на соцсети. Работодатели, я думаю, что очень дорожат своей репутацией. И, конечно же, идет достаточно жесткий отбор своего кандидата на вакантную должность. Во многих крупных компаниях существует кодекс поведения в интернете. Корпоративная культура не допускает нецензурщины в публичном пространстве. Он оставляет просто о себе такой след, который потом его просто догонит. Поэтому следу его найдут. И он просто создает такой прецедент, свое пятно, свое ставит репутации. По мнению большинства экспертов, частое использование мата в сети не просто признак принадлежности к низшим слоям населения. Публичная брань несет в себе серьезные репутационные риски. Она выдает скудность словарного запаса, неспособность подбирать хлесткие литературные синонимы и банальную бытовую распущенность. За этим часто кроется неспособность решать проблемы конкретными действиями, уверены психологи. По данным медиалогии, в первой половине февраля, именно тогда соцсети обязали блокировать нецензурные выражения, в постах пользователей ненормативной лексики стало больше. В полной мере закон реализуется, скорее всего, не раньше марта, говорят в Роскомнадзоре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова